Давайте будем проповедовать. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава. Откроем, прочитаем место и потом поговорим. Хорошо? Халилюя. Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть и млоза, а вы ветви. Кто прибывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сие и заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что Я заповедал вам. Я уже не называю вас рабами и так далее. Ну и 16 стих, вот не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое Он дал вам. Аминь, аминь. И знаете, вопрос, у меня хотелось сказать, проповедь назвать свою таким образом, хочу, но не могу. Надеюсь, что это название, оно подойдет. В итоге, если что, переназовем. Аминь. Вот. И знаете, мысли, конечно же, мы читали это местописание, и понятно примерно, о чем пойдет речь. Что это о плоде, о лозе, о ветвях. И Алексей, реквизит, пожалуйста. Алексей заснул. Ну, не заснуло. Нормально. Братья уже были на собрании, ему уже все нормально. Уже все, они уже дома и так. И знаете, так, чтобы нагляднее было. Скажите, кто хочет принести плод? Хорошо. А кто считает, что он должен принести плод? Кто старается приносить плод? А кто считает, что он мало приносит плода? Опять те же, да? Ничего, ничего. Нормально. А кто считает, что он не приносит плод? А должен бы приносить плод, но не приносит плод? То есть такие ветви сгорают, и их в огонь надо. Сразу, кто не приносит плода, Библия говорит, что нужно отсекать такие ветви в огонь. Выносите следующий реквизит, будем обрезать ветви. Ну, раз вы сами говорите. У кого есть иногда часто, ну, мы хотим все принести плод, правильно я сказал? А у кого бывало, что вот вы стараетесь, стараетесь, а не получается? Ну, и что делать? Приходится еще больше стараться, правильно? Мы как бы подзавязываем поясок, ну, и все-таки в надежде, что когда-то, может быть, мы таки его принесем плод. Аминь. И знаете, первое утверждение, которое, ну, даже это не утверждение еще. Скажите, а давайте определимся, о каком плоде идет речь вообще? Вот вы говорите, я хочу принести плод, я приношу, я не приношу. О каком плоде вообще, о чем мы говорим? Ну, вот я говорю, вы мне отвечаете, мы как будто бы понимаем друг друга. Вообще, о каком плоде в Библии говорится? Вот здесь речь, вот то, что мы должны принести Богу плод. Какой это плод? Что это? Как описать, измерить, посчитать? Что это может быть, Андрей? Ты должен сказать спасенные души. Другой может что-то другое сказать? Ты не можешь другое сказать. Шучу, извиняюсь. Ну, какой плод вообще мы должны принести? Друзья, вы говорите, да, я хочу принести плод. Ну, какой? Разный. Нормально. Это Аня сказала, да? Разный. Все, женская мудрость включилась. Разный тут уже. Ну, о каком? Ну, какой? Ну, спасенные люди, может быть, да? Скажите, любовь, кто сказал? А, Аня, опять, да? Все, тебе пять сегодня точно. И любовь является плодом. Помните, плоды же духа, любовь, радость, мир. Правда. А у кого получается всегда всех любить? Сложновато. Всегда всех любить получается. Даже сложных трудных. Не всегда. Согласитесь, что вроде любишь, любишь, а потом думаешь, да что же это за безобразие-то? Да как же можно так жить-то? Да как же, вас не любить, вас сперить. Упитывать надо, прежде чем любить. И вот там разные. Долготерпение тоже, да? Как некоторых. Вот как их терпеть? Это же невозможно. То есть, друзья, но мы понимаем, что нельзя же не любить, да? И мы должны любить. И мы тогда все равно как-то, ну, как-то делаем вид, ну, что мы любим или не обращаем внимания. То есть мы пытаемся как-то, как-то вот с этим справиться совсем. Или, знаете, мы как, я не знаю, в этом месте, или знаешь, ты вроде знаешь, что надо любить, а собираешься домой, в церковь, извините, собираешься в церковь с семьей, и раз переругался. Переругался, что хоть из машины ее высаживай, да? А в церковь приезжаешь, и надо, да? Надо прославлять, тоже плод. Вроде ты здесь, тоже надо плод. И думаешь, да что ж такое? Как же происходит-то? Друзья, и первое утверждение, которое я хочу сделать вот сегодня, вы не можете принести плод. То есть вы все хотите, мы все хотим. Ну, я же говорю, вы же пробовали принести плод, и будете продолжать дальше пробовать. А вы знаете, что делать одни и те же вещи, ожидать разных результатов, это как называется? Шизофрения. Ну, понимаете, делать одно и то же, и ожидать, да, это как бы странно. Но мы сейчас понятно, что поймем, к чему, что я ничего не скажу против Библии. Но тем не менее, мысль, понимаете, основную, что мы часто думаем, что я, Библия говорит, что Бог придет, скажет, где мой талант, отдай мне мой талант. И мы затрясемся, нет у нас талантов, мы не заработали. Или как эти девы начнут, ага, масло, дайте, где искать масло? То есть все, тушите свет, прячьтесь, давайте, придите завтра, ну, мы попробуем что-то найти и так далее. То есть что мы вот живем, и плода этого нету, а он придет, и все, и тогда нас на части, на части разрубят. И что, а я один в этом брошенном мире, и я стараюсь принести плод, а они? Ну, и как бы, и ты, и в таком мы уже разочаровании. Ну, а было же, что мы пытались, пытались плод, и потом мы уже разочаровываемся, аминь. И устаем. И Библия говорит, что ветвь, которая не пребывает на мне, она засыхает, засыхает потихонечку, и все, уже ни жизни нету, ни радости. А он там говорит, прибудьте, и я вам дам радость мою совершенную. А мы раз говорим, а где радость-то? Ну, что-то устали, жизни нет, а где радость-то? Как это все будет? И начинаем думать, ну, и там что делать? Ну, там либо вид делать, что все нормально у тебя, знаешь, ну, хорошую мину, все нормально там, ну, не важно, что у меня дома. Я же в церковь хожу, ну, все, ну, как-то будем, ну, чем-то занять себя, как-то нужно будет актуализировать себя, ну, зато я в детском служу. Ну, то есть, как-то придется. И знаете, здесь мысль очень интересная. Вот реквизит вот этот. Кто знает название? Фикус. Я тоже сам вычислил. Вчера предположил, думаю, да. А вот подробней. Фикус. Ну, какой фикус? Там же разные какие-то они есть. Там же еще названия такие витиеватые, что красивый фикус. Вот, смотрите, вот этот красивый фикус. Нормально, пойдет за ним, нормально. Вот смотрите, в этом фикусе, кем мы являемся? Лозой или ветвями? Ну, вообще, вот не в этом фикусе, извините, а слово Божий, в этом фикусе мы никем не являемся. Вот. Мы наоборот используем этот фикус, как хотим, причем. Вот. И в Писании, когда он говорит, что я лоза, вы ветви, кто лоза? Христос. А кто ветви? И он говорит, на кого возлагает соответственность принести плод? Там написано, что ветвь должна принести плод. Ну, понимаете, друзья, что мы хотим принести плод, и мы думаем, что это мы. И мое утверждение, вы не можете принести плод. Не можем принести плод. Что плод, там повеление нам дается не плод приносить, повеление дается на лозе пребывать. Ну, понимаете, что ты можешь путать, ты можешь говорить, я должен принести плод, иначе меня сожгут. Просто в ад, последний день, нас сожгут. И ты пытаешься принести плод, и что-то не получается. Ну и все, и в страхе, и непонятно как. И вроде то ли надо его приносить, то ли не надо, то ли приносишь ты, достаточно приносишь, недостаточно, чтобы тебя не сожгли. Оно и непонятно, сколько надо принести. Но, друзья, интересно, просто давайте поймем, мы ветви. Скажите, ветвь может выбрать, какой плод принести? Когда я спрашивал, что есть плод. Вот эта ветвь фикуса может сказать, что, а я хочу принести мандарины. Ну, шансы. Ну, понимаете, я даже говорю, а какой плод вы должны принести? Ну, и кто что? То есть, кто решает, какой будет плод? Лоза или ветвь? Ну, понимаете, ветвь даже сама по себе, без лозы, она даже листики принести не сможет. Не то, чтобы яблочки молодильные, ну, какие бы то ни было. То есть, и мы, ну, мы как ветви, мы часто говорим, что давайте будем приносить плод, давайте будем стараться приносить плод. То есть, мы должны принести плод, Бог ждет от нас плода, мы будем приносить плод. Но интересно, что сами по себе, он говорит, если вы будете это делать без меня, вы ничего не принесете. Ну, потому что бесполезно. И у меня как-то было, знаете, давно, то есть, там я книгу интересную читал, пробуждение церкви, и как-то так молюсь, и знаете, и понимаю, что здесь Бог, что вот Он Бог, и я Его Сын. И вот сейчас дверь открыта, и я думаю, надо срочно что-то просить. Ну, дверь открылась, надо быстро, быстро, быстро заказывать. И я думаю, что заказывать? Я начинаю думать, ну, то есть, если он лоза, я ветвь думаю, надо плод же заказать. Ну, я же должен принести плод. И я начинаю думать, какой плод. Ага, мне надо в служении такой плод, группа 12, там пытаюсь. И знаете, и он не то, чтобы этот плод происходит, а я пытаюсь выдумать его и Богу сказать, вот это дай мне, вот эту формочку дай мне. И потом, ну, знаете, осознание, он говорит, подожди, а ты кто? Что ты плод-то вообще, ну, объясняешь мне, что я какой-то плод должен. Тебе дать. Ты кто? И я кто? Ну, я не говорю это сейчас условно уже, как я говорю, ну, ты лоза, а ты ветвь. Так твоя задача в чем? Плод принести или на лозе пребывать? Я думаю, на лозе пребывать. Он говорит, а почему тогда ты заботишься о плоде, если ты должен заботиться о пребывании на лозе? Ну, понимаете, как меры ответственности есть. Есть мера ответственности наша и мера ответственности Божья. И скажите, встать утром, допустим, читать Библию, молиться, чья ответственность? Наша. Когда ты проповедуешь кому-то количество людей, которые спасутся, чья ответственность? Ты же не знаешь, ты же сеешь. А бам, бам. Твоя ответственность выйти, поехать, говорить. Но ответственность их спасти, это только заставить их. Говори на камеру, быстро говори на камеру. Ну, как? Иначе, ну, понимаете мысль? То есть есть наши, и мы часто вот эти меры ответственности мы путаем. И попадаем в осуждение, что вот мы мало плода приносим. А на самом деле, что плода мы сами по себе не можем принести плод. Сами по себе мы должны пребывать на лозе. Дальше. И что же такое пребывать на лозе? Потому что это очень такое красивое слово, согласитесь? Пребывать на лозе. Что это значит? Непонятно. Ну, так? Мне непонятно. Ну, как бы мне понятно, но и не очень-то и понятно. Если пребудете во мне. Кстати, это писалось в 1876 году. Язык претерпел определенные радикальные изменения уже. И мы как-то по-другому. И я вот, пребывайте во мне. И слова мои в вас. И звучит красиво. Послушали, а живем, как жили. В принципе, опять плод мы будем сделать. И первое, что значит пребывать во мне, это 9 стих. Мы сейчас прочитаем 9-10 с вами повтор. Ну, еще раз. И поговорим. Понятно маленько про плод или нет? Вот с вами, друзья, ну, правда. То есть вы не сможете его принести все равно. Потому что, если взять Галатом, плоды духа мы прочитали. Ну, там любовь. Ну, как? Ну, сколько бы вы не пытались кого-то любить? Ну, иногда же ее нет любви. Ты же в себе ее, и в тебе ее нет. Ну, а вроде как ты должен. И тогда получается непонятно. Я хочу, но я не могу. Я вроде и хочу плод-то привезти, но я не могу, во мне нет. Почему? Потому что плод – это результат твоего пребывания на лозе. А не очень-очень сильных усилий ветви. Плод, вот эти листья, ну, в данном случае плод фикуса – это листья, я думаю, больше красота какая-то. У нее больше, наверное, нет смысла от его пребывания. Может, кислород какой-то еще там, каких-то комаров, может, кормит комаров, букашек. Вот. Но суть этого фикуса – вот эти зеленые листья, они могут быть только если ветвь будет на лозе. В противном случае ничего не будет. Как только ветвь сейчас пойдет приносить яблочки, она засохнет и ее выкинут. Ну, в данном случае мы сами просто засыхаем и все. Когда ты пытаешься делать что-то, не пребывая на лозе. В первую очередь, не позаботившись о том, о своей ответственности, не сделав ее, которая есть не плод принести, а пребывать на лозе. Потому что мы поговорим дальше. Как только ты будешь пребывать на лозе, плод будет проистекать. Понимаете, эта ветвь напрягается, чтобы приносить плод, скажите? Ну, напрягается ветвь фикуса, чтобы плод принести. Да сто процентов, у нее вообще все нормально. Она только пьет и пьет. Ну, как еще масло, еще варенье, знаете, еще масло, еще варенье. И все нормально у нее. Она дома, она на месте. Ей не надо ничего в кого впечатлять, ничто изображать. Ей нужно быть вот здесь привитой к стеблю. И все. Листья будут автоматически, само собой. И девятый стих, смотрите. Он говорит, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. И мысль, как пребывать, сейчас уже вопрос, как пребывать во Христе. Он говорит, кто пребывает, третий, четвертый стих. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то принесете много плода. То есть плод, он автоматически, он говорит, обвеченный, если вы будете. Друзья, извините, к слову сказать, вы уже все приносите плод. Вы уже здесь сидите, это уже плод. Ну понимаете, плод уже через вас есть. Вы хотите больше, а плод уже есть. Какой-то плод происходит через вас. Потому что вы уже здесь. Он говорит, вы уже очищены через слово. Вы приносите. Но дальше мы можем даже и не понимать, и как дальше. Или отсекать себя, и бежать, приносить какой-то плод, искать, который мы не можем в итоге принести. И смотрите, он говорит, чтобы пребывать, что значит пребывать в нем? Пребывать в нем, это первое, это пребывать в его любви. Он говорит, друзья, первое, что нам надо, с чего начинается все. То есть не мы вначале его возлюбили, а он возлюбил нас. Друзья, первое, чтобы мы могли принести плод, примите его любовь. Говорит, мы часто много это говорим. Вы же все это слышали. Сколько раз? Миллион. Ну и я. Но интересно, что, говорит, мы многие об этом слышали, но мы не живем в избытке или в реальности этого откровения каждый день в каждой сфере нашей жизни. Нам что-то не хватает. Нам что-то, кажется, что-то не так. Что-то мы не доделали, что-то переделали. Друзья, вот просто освобождаю, вполне авторитетно, основываясь на Слово Божье. Говорю, друзья, у вас все нормально. Друзья, вы нормальные, здоровые ветви. Может, не здоровые, что бегаете и плоды приносите, но вы нормальные, достойные ветви. Господь призвал нас нормальными и определил на служение, призвал в свой дом. Он сказал, вы хорошие. Я люблю вас. Люблю вас такими, какие вы есть. И первая ошибка, друзья, вот пребывать в Божьей любви, это попытка заслужить любовь. Вот самая важная ошибка, я думаю, это самый большой камень преткновения. Ты зачем служишь? Ну, иначе в ад отправят. Все. Ну, понимаете? То есть ты приносишь плод, ты устаешь при этом. Мы дальше почитаем. Он говорит, что радость ваша будет. Ты говоришь, тебе легко будет служить. Кому и легко служить? Да, когда-то легко, но мне тоже когда-то, а когда-то нелегко. То есть я понимаю, а почему это вдруг мне стало нелегко? Почему-то вдруг мне все надоели? Почему-то вдруг меня все раздражает? Почему-то вдруг у меня дома скандалы? Почему, если у меня так все нормально, и я такой служитель? Почему все так? То есть тогда мы иногда сбиваем фокус, когда это начинает конфликтовать. Мне надо это делать, чтобы заслужить Божью любовь. Друзья, тебе не надо ничего делать, чтобы заслужить Божью любовь. Божья любовь уже пришла. То, что тебе надо делать, тебе нужно принять Божью любовь. В каждую сферу жизни, любая сфера, которая полностью не залита Божьей любовью, что ты просто в восторге, счастлив, что ты уже нормальный, уже дома, уже принят, уже в Доме Божьем, любая сфера, которая не залита этим, она еще не на возе. Она еще под атакой, она еще под попыткой, извините, под попыткой что-то заслужить. Принять любовь, она почему называется еще любовь отца? Безусловная. Безусловная. А значит, без каких-то условий с твоей стороны. Потому что ты говоришь, ну а я грешник. Ну, послание Иоанна четко говорит, что он возлюбил нас когда? Когда мы были еще грешниками. Все сходится. Он говорит, что Иисус-то говорит, так неправедники нуждаются в покаянии. Я пришел-то не к праведникам, я-то пришел дать это нам, чтобы эта любовь, она захлестывала нас. Потому что, ну понимаете, потому что в попытке заслужить любовь мы будем делать разные вещи, которые нам не свойственны, которые, может быть, не исходят из нашего сердца, но в попытке заслужить любовь, и никогда не заслужим ее. Потому что в этот момент, пытаясь заслужить любовь, ты не пребываешь на лозе. Ну, пытаясь принести плод, чтобы заслужить любовь. Понимаете меня? Ты не пребываешь на лозе. Он говорит, а ветка, которая не пребывает, она выбрасывается вон. Она засыхает. Потому что ты сам засыхаешь. Ты пытаешься заслужить то, что не нужно заслуживать. Друзья, и первое, надо принять это все, просто принять, просто безусловную любовь, которая с ног сшибаемая, просто упасть и радоваться в том, что и пусть Божья любовь, она преображает нас. Первое, чтобы пребывать в нем, принести плод, соответственно, принять Божью любовь. Второе, это не просто принять Божью любовь к себе, что ты будешь спасен, это полюбить себя. Друзья, у нас есть определенная проблема с отношением к самим себе. То есть мы понимаем, что Бог любит всех, но Он их как-то, как-то спасет. Но как Он их спасет, если не через нас? Ну, понимаете, как мы можем послужить, если мы этого не имеем сами? Ну, понимаете, если это в нас не горит, как мы можем это дать другим? То есть мы же говорим, нет, все равно мы будем служить, мы будем стараться, мы будем все делать, мы... Ну, как-то эту любовь будем, ну, производить. Он говорит, ну, ты не можешь произвести любовь, если отдать ее другим, если ты не примешь ее вначале. Знаете, царь Давид, интересно, вот цель, допустим, тоже, говорим, плод. Мы говорим, я хочу принести плод. Какой плод, ты говоришь? Ну, я хочу две страны спасти там. Ну, или любой плод. Мы иногда выдумываем даже плод, который мы должны принести. То есть я думаю, что Господь ожидает от меня вот этого. Есть у кого-то такие? Ты придумал плод, и ты теперь идешь к этому плоду. То есть тебе надо плод, иначе ты не принят. Ты должен приносить плод. Интересно, скажите, царь Давид принес плод Царства Божия? Ну, правда, как вы думаете? Ну, скорее, да. Человек по сердцу, он завоевал, объединил царство. При нем израильское самые большие пределы имело в виду. Ну, Соломон там уже умножил, размножил, благоденствие пришло. Но Давид все это объединил, завоевал. Давид был муж по сердцу, человек Божий. Потомок исчересил Давида. Он ему пообещал Христа. Ну, понимаете, он реально Божий человек. Скажите, мог ли Давид решить стать царем израильским? Как происходило призвание Давида? Что делал Давид в это время? Пасовец. Что еще делал он? Радовался жизни. На дудочке там, на... Понимаете, Давид... Ну, то есть вопрос плода, что ты даже не знаешь, какой плод Бог через тебя произведет. Ты не можешь его придумать. Но ты можешь быть ветвью. Быть с ним. И тогда, возможно, он и покажет, и скажет тебе. Потом, когда пришел Самуил, помазал Давида. И он понял, что он царь. Но это пришел Самуил. Это Бог выбрал, избрал его. И тогда только Давид смог молиться за этот плод. Что-то делать к этому плоду. А причем, помните, он еще ничего и не делал к этому плоду. Он продолжал играть на дудочке. Как Иваночка, помните? Да, зачем мне это царство? Или Авесолом, помните, восстал. И они говорят, да пойдем. Ладно, если сын, говорит, на меня восстал, то что я там... Ну, то тогда о чем вообще говорить-то? Пойдем, пусть, раз Бог такое посрамление нам дал, давай пойдем. Потому что Господь благ, если Он хочет, Он нас вернет. И помните, ему ребята говорят, сильные Давида. Они говорят, Давид, да мы же сейчас всех перерубим там. Ты что, какое царство, какой сын? Кто мы, кто они? Мы воины, мы сейчас сметем всех. Он говорит, не-не, ребят, раз Господь так допустил, то мы не станем ничего делать. Потому что если ему угодно, может быть, он увидит, какое посрамление и вернет нас. Понимаете, он даже не держался за этот результат. Потому что он говорит, что если это от Бога, это все состоится. Потому что если Бог хочет произвести плод, Он его будет производить. Все, что надо было делать Давиду, ему нужно было быть на лозе, оставаться с Богом. Просто в жизни быть с Богом. И плод, Он не заставит себя ждать. Друзья, часто мы, может быть, где-то игнорируем, где-то не уверены в себе, не игнорируем себя. Думаем, ну как-то плод, он сам собой будет. Но, друзья, плод не может произойти иначе, как через вас. Если мы где-то не уверены, если мы не уверены в Божьей любви, что Бог нас мега-мега любит, если мы стараемся и стараемся все что-то заслуживать, то мы, когда вот в этой гонке, знаете, как вот это колесо, ты бежишь и бежишь и бежишь, и ты никогда не добежишь. Потому что ты никогда не заслужишь. Ты должен остановиться, сказать, у меня все нормально. Бог, преобрази все сферы моей жизни. А вдруг это правда все, что я говорю? Представляете, а вдруг правда то, что Библия говорит? И мы с вами бежим, серьезно, но дальше последнее тогда, чтобы уже убежать, а что если правда Бог есть? Ну что мы так себя ведем, а что если правда это все? Что Он говорит, я за вас себя отдал, я люблю, я хочу, у меня нет никого лучше вас, вы мои ветви, и я, говорит, хочу, чтобы вы принесли много плода. Библия же говорит, что я, Он говорит, я хочу, чтобы вы принесли много плода. Прибудьте в любви моей, пожалуйста, прибудьте, говорит, в моей любви. Прибудьте, примите. А любовь, она безусловная. Вот скажите, как родитель, вот что может ребенок, чтобы заслужить вашу любовь? Ну, он уже ребенок, он уже заслужил. А вы бы, если вы хотите ему дать много, и он это берет, вы будете счастливы? А если он не будет брать то, что вы ему даете? Ну, странно же. Папа, я еще этого не сделал. Ты говоришь, да хорош. Иди, обнимемся, иди, пойдем. Потому что ты всегда что-то не сделаешь. Что-то может сорваться. Мы же не за это любим его. И Бог так же, Он говорит, вы прибудьте, пожалуйста. Просто примите, поверьте, что это все правда. Что каждый, друзья, ну правда, ну а если это правда все? Что нам просто надо принять? Просто надо скинуть, расслабиться. Всякая вот эта, ну, напряг вот эта, что что-то не так, что-то мы не доделаем, что-то надо делать, куда-то бежать. А что, если это правда, если мы можем принять? Просто помечтайте, помыслите о том, что может Бог сделать через нас. Какая сфера еще не задета Божьей любовью? Потому что любая сфера, в которой страх есть, не устройство, она, возможно, не задета Божьей любовью. Мы еще сами там все делаем. То есть мы сами должны, мы что-то, мы тогда недовольны всем, ну мы пытаемся, пытаемся. И вот эти плоды духа, они даже не проистекают любовь. Как? Потому что мы вроде служим, все делаем. А раз я, допустим, смотрю, а дома скандалы, ну что делать? И ты вроде говоришь, что там, а ну-ка все быстро изменитесь. Тебе говорят, давай, давай, изменились уже, иди, изменитель, иди, рассказывай другим. Ну, говоришь, это что за безобразие такое, не работает. А не работает. Потому что Бог говорит, ты возлюби семью, как я возлюбил церковь. Тебе не надо ничего. Он говорит, я возлюбил церковь, и церковь должна принять его любовь. Просто принять. Давайте мы коротко помолимся. Просто буду молиться коротко. Господи, покажи нам, какой ты. Каждому из нас, покажи нам, какой ты. Какой ты. Отец наш небесный, Папа наш, какой ты, покажи нам. Покажи, если что-то неправильно мы воспринимаем тебя. Дай нам понять, познать это, и изменить это во имя Иисуса Христа. Господи, пожалуйста, покажи, как ты к нам относишься. Кто мы для тебя. Открой нам твою любовь, излей нам твою любовь, наполни нас твоей любовью, чтобы не на словах, а по-настоящему, чтобы нас наполняло и переполняло, чтобы мы встречались, были восхищены тобою, зная, что ты за нас, ты тот первый, кто за нас, то есть всегда кто-то, кто всегда любит нас, любит однозначно, любит абсолютно, любит безусловно, любит жертвенно и посвященно и бесконечно любит каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Дай нам это понять, пережить сердцем, чтобы мы приняли твою любовь, чтобы мы полюбили себя, Господь, во имя Иисуса, приняли себя, Господь, так, как ты любишь нас. И чтобы могли это отдавать другим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И знаете, первая заповедь говорит, когда, помните, что говорит первая заповедь? Опять же, мы же все для Бога с вами готовы сделать. Аминь. Ну, что нужно, мы то и сделаем. Но интересно, а что Бог говорит? Возлюби меня. Помните, к Нему пришли, что нужно сделать? Какие заповеди, что нужно сделать? Он говорит, возлюби меня сердцем, душою, крепостью, разумением. И потом Он говорит, возлюби ближнего, как? Как самого себя. То есть, друзья, мы не можем любить ближних больше, чем самих себя. И если мы видим, что мы не любим ближних, то не вопрос стараться их любить больше, потому что у вас не получится. Ну, понимаете, ветвь не может сама собой. Тогда вопрос, что где-то нам не хватает любви к себе. Либо мы себя не любим, либо мы не приняли Божью любовь к себе, либо мы не любим себя, чтобы любить также их. Ну, понимаете, ближнего, как самого себя. И вот это очень легко, Танюш, можно? Это очень легко протестировать, что если нет любви, если что-то не идет. Вопрос даже не в них. Вопрос, что у тебя, значит, чего-то не хватает. И продолжать делать усилия, как бы пытаться поить кого-то, если нет этой воды. Ну, это же бессмысленно. То есть, тогда нужно возвращаться к источнику, возвращаться к лозе, возвращаться, говорить, что, Господи, я ветвь, что не так? Почему? Где я не принял Божью любовь? Где я обманут? Потому что, когда мы наполнены Божьей любовью, согласитесь, легко любить других. Помните, когда мы только спаслись? Любовь Божья нас перекрывает же. Ты же всех любишь. Любишь до того, что ты опасен для людей. Не, и правда, я помню, когда это было, я опасен для общества был. Потому что я шел, если кто-то был грустный. Я подбегал, говорю, что с вами не так? И Иисус вас любит, сейчас мы вам послужим. Не надо, не надо, люди говорили, да отстань ты от нас. Но я тоже был, конечно, неправа, потому что я думал, что я обязан им послужить. Может, я не обязан был им послужить, но не важно, но я все равно налетал на них. Говорил, сейчас мы вам запроповедуем. Но вопрос, ну, Божья любовь тебя переполняла. Ты сто процентов хотел это делать, потому что это было в тебе. Аминь. Поэтому посмотрите на жизнь, на свою, что происходит. Ну, что так, что не так. Какой плод нужно приносить? Мы все хотим принести максимум плода, много плода, аминь. Он говорит, тем прославится Отец мой. Может быть, стоит, сказать, любить других. Понимаете, вот потом на третьем этапе мы получаем призвание и откровение. Мы получаем служение. То есть тогда, когда ты возлюблен Богом, ты принят Богом, и Бог тебе может что-то показать. Вот это я хочу, чтобы ты делал. И ты делаешь те же самые вещи или какие-то другие. Но ты делаешь их из любви. Первое послание к кориффинам, 13 глава. Помните, что говорит? Если ты имеешь все знания, все откровения, всю веру, знаешь все тайны, пророчествуешь, у тебя вера горы двигает, а любви не имеешь. Он говорит, то кто ты? Она говорит, ты никто. Хорошо, скажите, построить больницу, дать денег на церковь или еще. Это плод? Он говорит, ну если ты это сделал, а любви не имеешь, то что она говорит? Она говорит, ты никто вообще. Ну, понимаете, друзья, кто бы хотел быть мощным мега-служителем? Халилюя! Все, весь инстаграм гремит, когда я... У меня приглашения, даже календаря не хватает записать. Ну кто бы хотел? Я. Я знаю, что ты хотел бы. Милует тебя Господь, не дает тебе. Ну, понимаете, но иметь это все и не иметь любви. Он говорит, ты никто. Это Каринфянам говорит, это не только я, я, мне кажется, присоединяюсь, я как канал в данном случае. Ну, понимаете? Но мы же хотим служить. Много хотим служить, принести много плода. Он говорит, ну, если ты это делаешь, чтобы, ну, просто заслужить, или как-то наш фокус сбивается часто, кто служителей, что мы это начинаем делать для Бога, потом переключаемся, делая для себя. Нужно вовремя тестить себя, тестировать и возвращаться на то, чтобы оставаться ветвью, а не лозой становиться. Чтобы это не стало для нас чем-то важным, через что мы заслуживаем эту любовь, через что мы получаем эту тонификацию. Я служитель, а вы кто? Обычные люди. Какой ты служитель? Ты вообще никто. Серьезно. Гораздо лучше обычные, так сказать, люди, которые любят Бога, принимают любовь и любят, что могут, делают, чем ты, что ты уже тебя, как говорится, лидер должен идти впереди, ну, так, чтобы не скрыться из виду. А то он уже... Где он, да? Где? Пусть идет. Потому что нет, все же просто. Мы приняли любовь Божию. Я говорю, что-то... Это очень хорошо протестить. Я говорю, ну, нет, 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 нет мира дома. Ну, что-то не то. Какой смысл любить других, если у тебя там нет мира? А почему нет? Ну, значит, что-то у тебя не так. Если ты все придерживаешься, что-то надо тебе от кого-то. Не так, все они все делают не так. Ну, может, и не так. Но ты же все равно не можешь ничего изменить. Твоя же задача – любить плод, принять любовь к себе и любить других. Тут какая-то аналогия сегодня такая интересная была утром. Попробую рассказать эту историю, если войдет она. И помните сказку про царевну лягушку? Иванушка, царевич который, он реально был в любви отца. Он берет стрелу. Приходит там лягушка. И он, представляете, что сделал? Он не сказал, о, ты что это лягушка? А почему лягушка? А где царевна? Он говорит, ну, лягушка так лягушка. Берет лягушку и приходит на пир. Ему говорит, Иван, а где твоя невеста? Он говорит, вот. Ему говорит, так это ж лягушка. Он говорит, не, это царевна. Он говорит, да не, это лягушка. Посмотри, она ведет себя, как лягушка. И выглядит, как лягушка. Он говорит, не, не, это царевна. Ему говорят, ну, реально, Иван, может, к врачу? Он говорит, ребят, это царевна. И кем стала лягушка в итоге? А она и была царевна. А если бы Иван посмотрел, Сказала, ты что, лягушка? Сказала, иди, Иванушка-дурачок. Ну, понимаете, ты Иван-царевич или ты Иванушка-дурачок? Если ты Иван-царевич, тогда она царевна. Ну, если ты не царевич, может быть, она тогда не царевна для тебя. Главное, чтобы не для кого-то была царевна, да? Ну, для тебя, ты же уже поймал свою царевну. Все, она теперь царевна. Она больше не лягушка. А если она лягушка, то ты? А если ты царевич, тогда она реально царевна. Потому что ты, у тебя, у царевича же не может быть не царевна. Получается, тогда не в других людях вопрос это. А вопросы ты, принимаешь Божью любовь к себе? Принимаешь Божью любовь, сам любишь себя? Ты понял, что ты классный? Ничего не может произойти в твоей жизни без тебя. Ну, если мы себя пренебрегаем и стесняемся, ну, а как Бог будет действовать через тебя? С твоим образом, с твоими представлениями, что ли, иметь взаимоотношения? Он говорит, да я с тобой буду иметь. Ты нормальный, я с тобой буду иметь разговор. И я тебя благословлю, потому что я тебя люблю. Тебе надо принять себя, просто принять себя, как есть вот так. И сказать, что, друзья, мы уже приносим плод на сегодняшнее время. Вы нормальные. Мы мега нормальные. Вы самая классная церковь. Нету других у Бога детей. Нету. Вы реально угождаете Ему. Угождаете, и еще больше будете угождать, когда больше будете пребывать на лозе, а не больше делать дел, чтобы угодить. Больше пребываем на лозе. Больше радуемся. Больше получаем это для себя и для своей жизни. Больше переполняемся этим счастьем, что у нас аж брызжет со всех. Любовь. Представляете, тоже это днем. Приходит человек сюда, а на него бронзбой от любви. Видите, брызжет о всех. Он говорит, это что, кто все эти люди? Как так? Вы скажете, а мы такие? За что? Вообще ни за что. Нас просто самих. Ух, ну. Конечно, я тебе любовь отдам. Потому что у меня Его. В каждой области в моей жизни. Финансы. Да Бог благословит. Аминь. Надо верой, верой шагнуть. Шагай. Да Бог благословит. А кого Ему еще благословлять-то, если ты Его сын? Или ты не такой сын, которого надо благословить? А нет другого. Ты сын, которого Он хочет благословить. Прими себя как сына. Прими Его любовь. Благослови себя. И благословляй других. Ведь мы к другим относимся так, как к себе. Ну, по-другому не получится. Ну, и в заключение расскажу, попробую эту историю рассказать, что... Ну, может вопрос возник, если я буду думать, что Бог меня любит, о, я что могу грешить, там, и так далее, все делать. Ну, иногда может сложиться такая. Видите, то, что мы грешим, показывает, что мы ищем любовь в другом месте. Потому что мы не нашли ее здесь еще. Мы не исцелились. Мы не поняли, что мы любимы. Врем, воруем по этому. Все-все-все это делаем. Просто по одной причине. Что настолько больно и плохо сердцу. Что надо где-то любовь. Как-то надо, ну, обезболиться надо просто. И это как бы понятно. Сказать, что это нормально. Ну, это же так и есть. Ну, вот так мы сейчас живем. Почему? Потому что не открылась еще Божья любовь. Просто до конца не пьем. Может быть, бежали, приносили плод, устали, надоело. Устали, а как-то же надо чувствовать себя принятыми, счастливыми. Обезболиться-то надо. Обезболиваемся. Но вопрос, что не о том, что мы плохие от этого стали. Потому что мы уже сердце свое посвятили Господу. Любви не приняли. И знаете, там отрывок из фильма просто так вспомнил. Держи ритм называется. Если интересно будет, потом посмотрите. И знаете, там Антонио Бандера с главной роли. И там суть отрывка. Он учитель бальных танцев. Ну, такой, ну, господин весьма презентабельный, там, симпатичный. В манерам обучен, с осанкой. И он пришел учить больным танцам негритянский район. Ну, пацанов, рэперы, бандиты, преступники в школе не учатся. А один преступник у него, ну, извините, не преступник, а ребенок, парень, он у него машину обокрал. И его поймали. И, точнее, он, нет, он видел, кто обокрал машину директора. И он приходит, и она говорит, это он? Ну, на одного, на темнокожего парня. Он говорит, нет. Она говорит, вы чего не врете, это он? Она говорит, нет. Ну, точнее, он говорит, это не он. А это он. Он стоит, он понимает, что его сейчас сдадут. А этот, говорит, покрывает его. Говорит, нет, это не он. Она ему говорит, почему вы покрываете преступников? Сделайте хоть что-нибудь, чтобы мы, давайте, разоблачим преступность. Он говорит, знаете, что я сделаю? Я, говорит, буду учить их больным танцам. Они говорят, какие больные танцы? Где они, где больные танцы? Вы посмотрите на них. Он говорит, всех двоечников после уроков, вы заставляете их заниматься математикой, они все равно не занимаются. Я буду их учить больными танцами. Она говорит, ну, хорошо. И потом математик, давай бунтовать в конце. Ну, вы смотрите, я все не буду рассказывать. Говорит, вот, им надо математикой заниматься, какие больные танцы. И собирают в совет школы родителей. Они говорят, ну, вот, зачем вы там им тратите время, им надо математикой заниматься. И он такой подходит к директору и говорит, ну, как-то ее зовут, говорит, давайте походим. Она говорит, что? Он говорит, просто, просто давайте походим. Ну, и берет ее как, ну, вот, в позицию, как скажем. И они пошли с ней. Ну и все смотрят, думают, что происходит. Он говорит, смотрите, вы идете со мной. Она говорит, ну да. Значит, вы даете мне вести. Она говорит, ну да. Он говорит, значит, вы доверяете мне. Она говорит, ну да. Он говорит, значит, вы доверяете себе, если доверяете мне. Она говорит, а если вы доверяете себе, то вы не дадите позволить какому-нибудь мерзавцу обмануть вас. Я, говорит, учусь здесь бальным танцам, а также нехитрым законам этики и достоинства. Я, говорит, показываю им, что они ценные и достойные. И когда, говорит, наши дети, вот эти, кого вы считаете преступниками, они поймут, что они достойны любви, что они не кто-то, кого можно лишить девственности где-то там в подъезде, что они достойны, что они звезды, они достойны другой жизни. Они не позволят к себе относиться вот так и не станут свою жизнь разменивать на какую-то дешевку. Ну, и он дальше ведет и говорит, еще вопрос. Родители тела от рук, а взрослым, говорит, преподаете. Друзья, давайте вставим, помолимся. Ну, в принципе, вот что есть, то есть. Любит нас Господь, знает, принимайте в каждую сферу жизни, принимайте любовь, принимайте себя. Этой любви хватит. Потом мы получим с вами призвание, мы получим откровение. У нас будут служения с вами. Но эти служения мы будем делать, потому что любовь Божья переполняет нас. И мы будем делать и не уставать. И радость наша будет совершенная. И там написано, и чего мы не попросим у Отца? Он даст нам. Потому что Он прославится, когда мы принесем много плода. Но чтобы принести плод, нужно первое, это пребывать в Нем, а именно пребывать в Его любви. Он говорит, если... Там, знаете, есть такое... Дальше в конце я все закончу. Что есть такая условность. Если заповеди Мои соблюдете, то пребудете в Моей любви. Там есть такие несколько «если». И меня это всегда... Думаю, сначала вроде я пребываю в Его любви безусловно, а потом, оп, нет. Если заповеди свои соблюдете, а какая Его заповедь? Пребывайте, говорит, в Моей любви. Все. Вы уже соблюдаете заповеди, когда пребываете в Его любви. Все. Он говорит, как я соблюл заповеди Отца. А какие заповеди были к Нему от Отца? Пребывать в Его любви. Все, что делал Иисус, Он говорит, я все, что вижу, то творю. Это все, что давал Ему Отец. Друзья, поэтому просто примите Божью любовь на каждую сферу жизни, к себе. И тогда это будет изливаться. Любое служение наше. Масса служений здесь. Но они будут из любви. Потому что если они не без любви, а чтобы заслужить ее, то ничего не получится. Это тяжкое, непосильное бремя. Потому что плод сами по себе мы принести не можем. Плод безусловной любви, безусловной радости, безусловного долготерпения людей. Как? Да как их же их терпеть-то можно? Их же невозможно терпеть самим по себе. Но когда мы наполнены Божьей любовью, тогда можно все терпеть. Аминь. Ради Господа. Можно все прощать. Потому что ради Господа. А Господь наполняет тебя. И Он говорит, молодец, сын. Ты как я. Мы с тобой сдвинем горы. Аминь. Потому что я двигаюсь через тебя. Господи, спасибо тебе за братьев и сестер. Благослови это время. Спасибо тебе за это слово. Подтверди Дух Святой, драгоценный Божий Дух Святой. Подтверди. Наполни каждого брата, чтобы была полнота твоей любви в нас. Чтобы мы приняли, чтобы растворили веры. Чтобы приняли себя и могли спокойно жить, любить других людей, радоваться во имя Иисуса. Мы можем, потому что тогда мы ученики твои. И ты в нас, и мы в тебе. И Отец прославляется. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.